Начинаем с новостей из Сочи, где Боинг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Они эвакуированы. 18 пассажирам, включая троих детей, оказана медицинская помощь. Троим потребовалась госпитализация. Пожар был потушен за 8 минут, пассажиры эвакуированы за 17. Возбуждено уголовное дело. Кристина Колесникова с подробностями. Мы сейчас находимся недалеко от места происшествия. Как можно видеть, самолет находится на том же самом месте, где произошло ЧП. Там сейчас работают следователи и оперативные группы. Напомню, что ЧП произошло около 3 часов утра. Самолет, следовавший из Москвы в Сочи во время посадки, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился, как мы можем видеть, в русло реки. Разрушились шасси и крыло. Загорелся левый двигатель. На борту находилось 172 человека, в том числе 6 членов экипажа. По словам медиков, один человек погиб. Это был сотрудник аэропорта. Во время оперативных работ у него случился сердечный приступ. Что касается остальных членов, которые находились на борту, и пассажиров, 18 человек пострадали. Им оказана медицинская помощь. Трое человек, в том числе двоих детей, были госпитализированы в городские больницы. Их жизни сейчас ничего не угрожает. Но что же касается причин произошедшего, то, возможно, повлияли плохие погодные условия, минувшие ночью в Сочи. Но сильный дождь, ливень мог ухудшить видимость и подтопить взлетно-посадочную полосу, что и привело к аварийной посадке. Сейчас Следственным комитетом воспреждено удовольствие тела. К расследованию подключена Международная авиационная комиссия. Пассажиры говорят, что «Боинг» несколько раз заходил на посадку. В нашем распоряжении оказалась запись переговоров диспетчеров с экипажем. РОСТРАНСНОДЗОР Проверят авиакомпанию «ЮТЕЙР», аэропорт «Сочи» и диспетчерские службы. В управлениях ведомства в Южном и Федеральном округах созданы оперативные штабы. И вот что нам сообщили в организации. Комиссия уже создана и приступила к работе. Черные ящики все сохранились. Комиссия очень быстро установит причины происшедшего. Аэропорт «Сочи» является сложным аэродромом. Для всех профессионалов он находится на берегу моря, где очень серьезные есть особенности метеоусловий и особенности, связанные с курсом посадки, потому что курс посадки в Сочи один-единственный с моря на сушу. Все решает нюансы. Посадка происходилась около трех часов ночи. К моменту прилета в Сочи наблюдалась гроза и ливневые осадки. Командир корабля не смог зайти на посадку, ушел на второй круг. И только со второй попытки была проведена посадка. Может быть, повышенная скорость была. Может быть, направление ветра. И полоса покрыта в результате ливня сплошной водяной массой. А это при посадке образует эффект аквапланирования. И все это привело к тому, что у него серьезно повреждены шасси. Очень серьезно повреждено одно крыло. Кроме того, загорелся двигатель после удара о препятствии. Была четко экипажем организована аварийная высадка пассажиров. Через надувные трапы хорошо сработала и наземная служба. Это просто великое счастье. Самолет разбит, а пассажиры живы. Комиссия в этом деле разберется. И мы с вами узнаем истинные причины происшедшего.